Скажи, вот вы были в Грайвероне, были в Шебекино, а когда можно ожидать, что над Шебекиным или над Грайвероном будет реять белый-синий-белый флаг? Или такой задачи в принципе не стоит, и там сразу будет поход на Москву? Ну вот не буду подробностей рассказывать совершенно. Но ты должен понимать прекрасно, что поход на Москву, он подразумевает автоматически освобождение определенной территории. Нельзя проскочить проселочными дорогами и выскочить, скажем так, на Рублевку и на Красную площадь. Ну вот у Пригожина практически так и получилось, что они взяли и прямо по хайвею от Ростова и до Москвы. Ну что ж, у него своя тактика, у нас своя. Он был хороший спринтер, но споткнулся перед финишем. Мы предпочитаем марафон с гарантированным результатом. Хорошо. Давай поговорим еще немножко о партизанах. Потому что ты недавно давал интервью изданию The Sun. И у тебя была такая фраза, что Россия готова взорваться, и что Путин уже боится партизан, считает их каким-то значимым фактором. Ну и действительно, вот весь прошедший год, 23-й год, в России был заметен рост внутреннего сопротивления. Сам про это говорил и поезда, и военкоматы, они уже не так модно, но радиорлейные шкафы активно горели по железным дорогам. Были и более серьезные акции. Мы помним псковскую авиабазу, мы помним нападение на базу в Волгоградской области военную. Российские партизаны участвовали и в подрыве Северомуйского туннеля, и было по Керченскому мосту. Ну то есть много чего было. Там сейчас в интернете целая статистика, которая, на мой взгляд, явно маленькая. То, что подсчитывают наши либеральные средства массовой информации, они всегда занижают очень сильно эти цифры. Но в любом случае все понимают о том, что это растет. Можешь ли ты дать оценку масштаба этого движения? Насколько ты считаешь, вообще оно будет иметь какое-то военное значение с точки зрения смены власти? Оно будет иметь огромное значение. Эти люди не просто, скажем так, сейчас делают очень важную работу. Они готовятся сделать важную работу в будущем. Они готовятся встречать нас. Они вовлекают в круг сопротивления все больше участников. Они готовят ресурс. Честно скажем, чем сильнее закупориваются границы, тем сложнее россиянам попасть в само воинское подразделение легиона. Но если вы в скороварке закручиваете клапан, который выпускает пар, ну, скажем так, результат предсказуем. Пройдет чуть больше времени и котел разорвет. То же самое будет и в России. Им нужен будет детонатор. Им нужна будет искра. Мы не знаем, какая социальная проблема или экономическая приведет к этому. Возможно, люди будут ждать захода самих подразделений легиона в Россию. Но то, что это огромный фактор, который сыграет в нужный момент, мы в этом уверены. Мы можем сказать, что на каждого легионера на фронте приходится несколько десятков, а то и несколько сот наших сторонников внутри России. И в нужный момент, в нужный момент, по нашему сигналу, они резко активизируются и будут приводить к тому, что силовая машина Путина будет парализована. Опять-таки, эти люди составят наш самый лучший кадровый резерв в тот момент, когда легион уже, скажем грубо, пойдет на Москву. Ну вот оценка один к десяти, те люди, которые на фронте и которые находятся в тылу, это вот совпадает с моей оценкой информации относительно того, что происходит. Не знаю, ты говоришь прям один к ста, это такое большое соотношение. Ну, в любом случае, вот в тылу больше, чем на фронте. А скажи, почему так? Мне очень часто говорят многие люди, там, оппозиционных взглядов, которые, там, пытались попасть в состав легиона о том, что, ну, мы пробовали, у нас не получается, нас не берут, там, какие-то проблемы. Кому-то не ответили, кому-то ответили, потом пропали. И это все вызывает какие-то такие сомнения. Кто, собственно, попадает в итоге в легион? Попадают обычные люди, которые достаточно упорны в достижении своей цели. И как бы ни закрывались границы, или я еще хочу сказать, одна граница всегда будет открыта, и можно будет попасть в легион. И мы постараемся, чтобы двери на этой границе почаще открывались и пошире. Ты имеешь в виду линию фронта? Я имею в виду не только линию фронта, я имею в виду границу с Россией, и ту границу, через которую мы возвращаемся домой. А если оценить количество легионеров, которые прошли через эту дверь, относительно в целом состава легиона, это сколько? Их достаточно много. Я знаю нескольких человек, которые именно так и прошли. И я понимаю, что многие не дошли мне. Я тоже знаю несколько человек, и тоже знаю несколько человек, которые не дошли. Но просто ты говоришь, что эта дверь значима. Это 10% состава легиона, 20%. Насколько это массово, переход через российскую границу, через линию фронта? Илья, мы воюем, мы не занимаемся написанием докторской диссертации, не высчитываем, 17,3% легионера прошло через минное поле или чуть меньше. Надо понимать, у нас очень много своей работы. Ну вот скрытные вы люди, а ведь из зала кричат «давай подробности». Ведь все хотят понимать, как именно живет легион. Такие какие-то бытовые подробности, они очень важны. Новый год как вы будете отмечать? Вот по поводу людей, которые очень хотят много подробностей, я скажу, что просто любопытному человеку можно скармливать информацию бесконечно. Они ни к чему это не приведут. Ни к чему это не приведут. А людям действия достаточно немногого. Мы не пытаемся держать всех за дураков, но я считаю, что почти за два года боевого пути легиона уж те, кто хотел разобраться с его реальностью, они с этим разобрались. И те, кто хотел оказаться в наших рядах, они оказались. И они продолжают приходить к нам, минуя все свои бытовые трудности, проблемы с паспортами, с визами, еще с чем-то. Человек, который хочет сражаться за свободу, он будет это делать в любом случае. Человек, который не хочет, он найдет тысячу причин и отговорок. Скажи, вот в этом году тоже появился такой феномен, которого раньше не было. Ну, раньше и масштаба такого у этого движения не было. Когда люди, которые попадают внутрь вот этих российских наших подразделений, возвращаются назад. То есть мы знаем несколько таких людей, которые были в сибирском батальоне, потом вернулись назад, мы знаем нескольких таких людей в РДК. Есть ли такие люди в Легионе? Насколько спаянный коллектив Легиона Свобода России? А правда, что есть люди из других российских подразделений, которые переходят в Легион? Я пока не буду раскрывать эту информацию. Елки с палкой. Ну, как же из тебя, что ты понимаешь, вытащить вот это самое интересное? Ладно, давай поговорим про политику немножко. Ты в этом году стал гораздо больше и чаще принимать участие в работе съезда народных депутатов. Там выступал на нем, говорил о том, что Легион – это и есть прообраз России будущего. Ну, Легион – военное подразделение. Вот как ты видишь роль военных в будущей постпутинской России, роль Легиона? Легион – это что такое? Это новая российская армия или это такой орден, который будет частью системы государственного управления? Что это прежде всего? Я думаю, что будущее само расставит точки над «и», но мы же не ограничиваемся только силовой составляющей. Есть движение народного Легиона, есть наше сопротивление. Все эти люди имеют возможность стать будущим кадровым резервом. У нас же в Легионе хорошо не только тем, что у нас, скажем так, люди разных политических взглядов, разной судьбы, разных национальностей, вероисповедания, то есть представляющие всю Россию, целиком. Но у нас профессионалов очень много, потому что профессионал – это умный человек. Умный человек. А не тупая путинская марионетка, которая заняла свое высокое место только потому, что она лояльна хозяином. Так вот эти профессионалы, они разбираются в очень многих вопросах деятельности, народного хозяйства, политических вопросах, в медийной сфере, в экономике. То есть это люди, которые могут там себя реализовать. Я считаю, что и должны себя там реализовать. Мы не должны рассчитывать на какую-то хунту, но в первое время у новой России должен быть такой силовой кулак, который раздавит, скажем так, все попытки кремлевской гидры, пустить где-то корни чуть, скажем так, в стороне от Москвы. Мы выступаем за свободу, мы выступаем за самоопределение не только нации, но и регионов. Каждый человек должен быть хозяином на своей земле. Это понятно. Вот так, чтобы какие-нибудь вороватые олигархи, этнокриминалы или продажные менты не устроили там свой маленький бантустам, еще не дай бог с ядерным оружием. Вот для этого, скажем так, чтобы разрушить их планы, туда вмешается регион. Не для того, чтобы нести тиранию, а для того, чтобы быть гарантом и защитником демократии. То есть ты видишь роль легиона в такой системе безопасности, правоохранительной истории больше? Илья, смотри, тебе очень удобно, и ты хочешь услышать достаточно простые, четкие, понятные ответы. Да, мы находимся там, мы занимаем такую-то нишу. Детали будущего мы с тобой пока не знаем. Да, вот, мы с тобой не знаем. У нас есть некий контур, к которому мы двигаемся. Вот. А там уже, скажем так, перераспределение кадрового ресурса, оно будет идти по необходимости. Давай не забывать о сотнях и тысячах мужественных политзаключенных, которые выступали против войны, против диктатуры путинской, которые сейчас томятся в застенках, да, и многих пытают, мучают. Но ведь это тоже люди, которые достойны того, чтобы их голос мы потом услышали, да. И там ведь есть серьезные специалисты и серьезные, скажем так, визионеры и люди, которые долго занимались общественной жизнью и политикой. Поэтому мы все вместе, сообща, будем решать за мирным столом, какой будет наша будущая Россия. Ну смотри, просто я тебя пытаю, ну, мы с тобой, как и в частных беседах, что дозывается, говорили на все эти темы, да, но просто их все время все равно задают наши зрители. И никто не хочет покупать кота в мешке, да, то есть все хотят понимать систему взглядов, которые есть для того, чтобы понять, там, поддерживать или не поддерживать, да. То есть там те же самые парни с РДК, но у них как бы все понятно. Белый порядок, да, то есть они про это открыто и говорят. О том, как они, значит, видят и политическую систему, и себя, то есть их идеалы, они хорошо ясны. Да, там существует большое количество людей, которые вообще говорят, никаких силовых вещей быть не должно. Они там, наоборот, вредны ровно потому, что вот вы придете и вы вот устроите эту самую военную хунту под самыми, там, замечательными, хорошими лозунгами и самыми лучшими намерениями, но это все равно будет военная хунта. А есть там третий тип людей, вот, наверное, недавно разговаривал с Ходорковским, он говорит, ну, вот, что легион, что легион? Ну, хорошие ребята, да, то есть вот классные ребята, молодцы. Ну, никакой роли они потом играть не будут, потому что все равно история пойдет совершенно другим путем. Я-то лично уверен абсолютно, как ты знаешь, что перемены могут произойти только в том случае, если будет существовать политическое ядро, военное силовое ядро, если будет мощное движение сопротивления внутри страны. И эти три компоненты, соответственно, и обеспечат перемены. Но, тем не менее, взгляды легиона, то есть хотелось бы их слышать максимально громко. Вот, Цезарь, как себя видит сам лично в будущей системе Россию? То есть он, считай, он будет частью парламента? Или он хочет быть военным диктатором? Или он хочет быть министром обороны? Или он хочет быть премьер-министром? То есть, вот, кем ты себя видишь? Вопрос не в том, кем хочу быть я и кем я себя вижу. Вопрос в том, кем меня видят мои братья по оружию. Они имеют право сказать свое слово. И их надо выслушать обязательно. Потому что это люди, которые отдают самое дорогое, что у них есть. За свободу Украины, за свободу России. Все мечтатели о прекрасной, замечательной России будущего. Ну, что ж я могу сказать. Реальность такова, что она будет рождаться в борьбе. А, скажем так, циничные прагматики, которые решили, что все куплю, сказала Злата. Я могу продолжить. Все возьму, сказал Булат. Я с тобой здесь не могу не поспорить. Последний вопрос к себе. Как ты видишь следующий год? Существует ли какой-то план у Легиона? Следует ли ожидать чего-то в ближайший месяц, о чем можно, в принципе, рассказать? Насколько ты вообще оптимистичен? Потому что многие, конечно, наши с тобой и соотечественники, они говорят, что Украину заставят договариваться. Путин это еще на 10 лет. Он сейчас себя переутвердит на так называемых выборах. И опять ничего в этом смысле не изменится. Будет вот такая бесконечная патовая ситуация. Ты что ожидаешь от наступающего года? Илья, я немножко договорю еще по предыдущему вопросу. Смотри. Все хотят каких-то опустокальнувшихся взглядов, да? Но мы не чаша хрустальная. Мы живой организм. И в политическом плане мы постоянно живем, развиваемся. Создаем какие-то новые идеи. Создаем новое видение будущего. И будем развиваться дальше. То есть мы еще не на финальном этапе. Мы на этапе формирования. И, заметь, Легион все время обращается к самым разным, скажем так, флангам российской оппозиции. С предложениями приехать к нам, пообщаться, поговорить, увидеть будущее. Нас замечают уже заграничные эксперты. Недавно доктор Джейд Маглин у нас была. Это очень серьезный эксперт по России. Но некоторые, скажем так, российские визионеры не удостоили нас своим визитам. Жаль, жаль. Хотелось бы пообщаться. Мы открыты для всех. Мы открыты для всех. Что касается Нового года, я, скажем так, сдержанный оптимист. Я не рисую радужных картин. Я прекрасно понимаю, что будет еще тяжелая борьба, продолжительная борьба. Но в этом марафоне мы выиграем. Можно бесконечно перечислять количество вооружений, которое дали, которое не дали, что производит Россия и так далее. Но мы делаем свое дело, и мы знаем, к какому результату мы придем. Конечно, предугадать, когда это случится, мы не можем. Один Господь Бог знает. Мы живем как крестоносцы. Делай, что должен, и будь, что будет. Древний принцип, даже более старый, чем крестоносцев, по-моему, он из Индии идет вообще, там много тысячелетий. Но я с тобой полностью согласен, это и мой принцип тоже. А то, что касается внимания относительно разных российских оппозиционных объединений, то ждите в самое ближайшее время гостей из одного из самых больших и влиятельных таких оппозиционных объединений. Все-таки процесс идет, лед этот двигается. Я очень надеюсь, что 2024 год еще и будет годом объединения российской оппозиции вокруг Легиона Свобода России. Берегите себя, парни. Благодарю, Лео. Да, с наступающим. С наступающим тебя. С наступающим тебя и всех наших зрителей. Лео. Продолжение следует...